В кухне этого региона смешались вкусы арабского востока и европейского запада. Утро типичного андалуса начинается чашечкой кофе с тостами, галетами или чурос, испанская сдоба. Стать маэстро чуреро очень сложно, несмотря на крайне простой рецепт. Вода, мука, разрыхлитель, соль, корица и оливковое масло. По вкусу напоминают эклеры, нежные и воздушные. Красяс – традиционные испанские пончики. Если в Мадриде они более толстые, то в Гранаде пончики тоньше. На часах 10 утра начало рабочего дня совпадает со вторым завтраком. Он сытнее и плотнее. Неизменные кофе дополняют тортилья де патата с омлет с картофелем или бакадилио. Бакадилио – традиционный местный бутерброд. Тунет, чесночный соус, рука, оливковое масло и свежая булочка. Цена зависит от размера, но два таких бутерброда мне на ужин будет достаточно. Спасибо. Булочка христащая, и пунет, конечно, тоже свежий. Вкусный очень. А перекусывают испанцы тапосами. Их сейчас готовят во всей Испании. Но появилось это блюдо на один укус в 19 веке именно в Анталусии. Сколько видов бутерброда не сосчитает, пожалуй, даже испанец. С хамоном, жаренными креветками, с фаршированными оливками, кальмарами, миндалем, сыром. Около двух часов дня – пора сиесты, обед и послеобеденный сон. В самый разгар дня жизнь в Испании замирает на 2-3 часа. Прибыль – прибылью, а сиеста – это святое. А вот ужинает испанцы часто поздно и долго, общаются и узнают последние новости. В близких к морю областях большинство блюд готовится из морепродуктов. Однако дальше от берега в Кордобе или Гранаде популярны мясные блюда и блюда из дичи. И, конечно, в каждой провинции готовят фирменное блюдо. В Кордобе можно заказать бычий хвост. Он тушится в красном вине с овощами и ароматными травами. Другое типичное блюдо этой провинции – телятина с артишоками под винным соусом. В прибрежных городах другие знаковые рецепты. Суп из хлеба, моллюсков с апельсиновой цедрой, запеченная в соли рыба с соусом из петрушки и обжаренные морепродукты. В горных районах Андалусии производится хамон серано – знаменитый испанский солено-копченый окорок. Готовят его так, что особых условий хранения он не требует. А это горький апельсин отличает его по ширине листа. И королева Великобритании каждое утро завтракает мармеладом из этого фрукта. А вот знакомые ингредиенты в испанской интерпретации. Пиперрана – народное блюдо Андалусии. Помидор, огурец, зеленый перец и репчатый лук – вот и все, что нужно для салата с таким экзотическим названием. Изысканный вкус от хорошего оливкового масла и капельки уксуса. В чем же трюк? Присмотритесь. С помидора и огурца снята кожица, отсюда и приятный вкус. С едой связано много пословиц и поговорок. Привлекательную женщину испанцы часто ассоциируют с чем-нибудь вкусным. Соль – необходимый элемент приятной пищи и комплимент может быть таким же. Тенес масаль кеэль пасифико. В тебе больше соли, чем в Тихом океане. Приятного аппетита всем вам этим утром желают Галина Пузин, Александр Зонов. Наше утро. Испания. Продолжение следует...